Дагестан в 1821-1826 году. Год 1820 был для Дагестана годом перелома. Испытав на себе поочередно силу русского оружия и в то же время отчасти поняв мирные цели северных пришельцев, народы его затихли, и весь остальной период управления Ермолова Кавказом по самого конца 1826 года может считаться периодом сравнительного мира и добрых отношений между русскими властями и Дагестаном. Но само собой разумеется, что страна, веками сложившая в себе полуразбойничий и воинственный быт, не могла сразу перейти к мирным занятиям культурного порядка, и среди ее населения должна была еще долго существовать энергичная партия враждебного завоевателям страны, стремящаяся постоянно нарушить спокойствие. Мирные времена поэтому проживаются там эпизодами местных смут, быстро возникавших и быстро исчезающих, потому что массы населения были пока на стороне мира с русскими. Первым поводом к беспокойным попыткам в горах послужило основание русскими внутри самого Дагестана в Шамхальстве прочного упорного пункта, чего так боялись горцы, но что было уже неизбежно по самому ходу событий. В апреле 1821 года сильный русский отряд из четырех батальонов пехоты, двухсот линейных казаков и четырнадцати орудий, переправившись через Сулак, занял Тарки. С отрядом прибыл сам начальник корпусного штаба генерал-майор Вильяминов и немедленно заложил новую крепость, названную Отрадной. Ермолов переименовал ее впоследствии в Бурную. Местность, выбранная для крепости, находилась на западном берегу Каспийского моря, на крутой горе, стоявшей над узкой и низменной полосой Каспийского побережья, растилавшаяся перед самым селением Тарки. Крепкий опорный пункт указан был здесь самими Шамхалами. Основанием Бурной, колыбели нынешнего Петровска, достигались две цели. Ею заканчивалась, во-первых, предположенная Ермоловым передовая русская линия, начатая на берегах Сунжи, прорезавшая кумыкскую плоскость и теперь переброшенная через Сулак к берегам Каспийского моря. И, во-вторых, завершилось окончательное и крепкое подчинение Шамхальства, бывшего во все время дагестанских войн предметом нападений горцев, стремившихся оторвать его от России. Заложением русской крепости под стенами столицы Шамхала навсегда оканчивалась некогда знаменательная историческая роль Шамхальства. Угрюмые тарки гнездятся в сумрачном ущелье гор, составляющих последние отрасли хребта, которые здесь подходят близко к морю. Со своими каменными стенами, башнями, мечетями, цветущими садами тарки издали довольно живописны, но вблизи очарование исчезает. И перед вами грязный аул с кривыми, тесными, перепутанными улицами и с темными бескровельными саклями, построенными кое-как из глины и рубленной соломы. Когда-то в старину, по преданиям, на месте этого аула стоял большой и богатый город, называвшийся Симендер, иначе Териколь, то есть покрывало долины, о котором говорят арабские историки. Даже в самом имени тарки хотят видеть испорченное Териколь. Но Ибн Гаулакал, описавший этот город в X столетии, говорит, что он был богат виноградниками, и это обстоятельство заставляет многих отыскивать Симендер не здесь, а южнее тарков, в полосе винограда. По словам Ибн Гаулакала, Симендер был богат и многолюден, множество мечетей, церквей, синагог указывали на разноплеменность воинственного населения, ведшего беспрерывные войны с Дербентом. Но какие-то суровые пришельцы из далекого севера, быть может, Святослав с его дружиною, ходившие в южные страны на Хазар, разграбили и разрушили до основания богатый Симендер вместе с соседними городами Хазараном и Ишилью. И ныне лишь множество обширных кладбищ, окружающих город Тарки, говорят о былом многолюдстве захудалой страны, бесчисленной могилы, вот все, что сохранили столетия. Удивительно, между прочим, что вблизи Дербента, в каких-нибудь 120 верстах от места, где строительное искусство проявилось в таких грандиозных сооружениях, как знаменитые гигантские стены Дербента, сложенные из огромных камней, ни в Тарках, ни в целой стране Шамхалов не сохранилось ни одной развалины, никакого памятника древности. Остается предположить, что Симендер, так же, как теперешние Тарки, построен был из землебитного кирпича или из камня на глине. Всякий, кто посетил бы теперь Тарки, невольно вспомнил бы стихи Полежаева. Я был в горах, какая радость, я был в Тарках, какая гадость, скажу не в смех, а ул Шамхала, похож немало на русский хлев, большой и длинный, обмазан глиной. Единственная достопримечательность Тарков – это дворец Шамхала. Большое каменное здание, построенное на полугоре над самым обрывом скалы, а еще выше его белой лентой взбегают к облакам какие-то стены, скрывающиеся на самой высшей неприступной точке горы. Это и есть остатки бурны. Дорога к ней, пробитая в скалах, вела по крутой горе, которую около полугода обрабатывали четыре батальоны посредством взрывов, чтобы только сделать ее проезжей. Пустота и безжизненность современных Тарков тем поразительны, что кругом раскинулась величественная картина природы. Горы, покрытые зеленью, деревьями и кустарниками, перемежаются грозными голыми нависшими скалами, как бы готовыми не зринуться в долину, а от самой подошвы горы растилается равнина, медленно спускающаяся к морю. Особо прекрасен вид со стен бурной в лунные ночи, когда волшебный свет озаряет и окрестные горы, живописно встающие одна за другой, и мрачные тарки, представляющиеся с высоты разбросанными в очаровательном беспорядке, и длинный ряд высоких стройных тополей, стоящих над обрывами гор, и эту далекую, растилающуюся желтую песчаную равнину, за которой начинается вечно неспокойное, бурное Каспийское море, откуда доносится грохот прибоя. Тарки, с окружающей их вековой природой, видавшие стародавние и лучшие времена, служат как бы отражением судьбы своих властителей, шамхалов. С седой стариной отзываются предания о том времени, когда потомки Шахбала, представители священного арабского рода кореншидов, владели из Казикумыка всем Дагестаном. И давно уже, по мере того, как шамхалы в Алии Дагестана удаляли свою резиденцию из гор к побережью Мора, власть их и влияние слабили. Постепенно, одно за другим, отпали от них сильная авария, Казикумское ханство и уцмейство каракайтакское. Из разных обществ, признававших власть шамхалов, образовались особое Мехтулинское ханство и сильные независимые союзы Даргинский и другие. Наконец, многие вольные общества – Эрпели, Каранай, Ишкарты, Черкей, Черьюрт и прочие стали управляться каждое своими старшинами. Владения шамхалов становились все меньше и меньше, а вместе с тем утрачивалось и уважение к их родовым имениям и имени. В таком положении застали их столкновение с русскими. Расположенное на равнинной местности, шамхальство не могло оказать серьезного сопротивления московскому государству, но и московское государство не было тогда настолько сильно, чтобы прочно удерживать в своих руках далекие завоевания. И взятые тарки приходилось уступать обратно. Много лет пронеслось с тех пор, как опутанный кровавой изменой погиб отряд Бутурлина под тарками. Немало протекло их и со времени погрома, который внесли в эту местность удалые сподвижники Стеньки Разина. Однако ничто не изменялось на ближнем Каспийском побережье. И шамхалы по-прежнему властвовали, поддаваясь то персидскому, то турецкому влиянию. А Россия, занятая своими делами, казалось, забыла о существовании укромного уголка и не высылала к его горам своих ратных людей. Но настал XVIII век, и обстоятельства изменились. С XVIII века шамхалы нередко уже сами обращались к помощи и к покровительству России. Был даже момент, когда со страниц истории исчезло самое имя шамхалов. Одного из них, Адиль Гирея, император Петр приказал за измену сослать в Колу, а в его владениях ввести русское управление. Но исторические события снова все изменили. Русские покидают Дагестан. По их следам идут персияни. И на дирешах восстанавливать снова достоинства шамхалов в лице прямых наследников умершего Адиль Гирея. Но и на дирешах уже не мог придать этому званию ни прежней силы, веками утраченной, ни прежнего блеска. К тому же в прошедшем столетии между дагестанскими ханами являются такие замечательные личности, как Чолак, Фет-Алихан Кубинский, Амар-Аварский, которые своей славой совершенно затмили родовое значение шамхалов в глазах дагестанского населения. Угрожаемые и сильными соседями, и внутренними раздорами шамхалы, вероятно, пали бы в неравной борьбе, если бы обстоятельства не привели их к созданию, что спасение их лежит исключительно в полной покорности России. Неизменно следуя этому правилу, в течение целого века шамхалы действительно не только сохранили права владений до позднейшего времени, но и оградили свой народ от тех разорений и ужасов, которые постигли остальные дагестанские народы. Ермолов застал в шамхальстве Мехтихана, человека, безусловно, преданного России, оказавшего ей большие услуги при покорении Баку, Кубы, Дербента. Он был генерал-лейтенантом, имел саблю, украшенную драгоценными каменями, с надписью «За усердие и верность», знамя и с императорским гербом, бриллиантовое перо, которое носил на шапке, как знак своей власти и получал шесть тысяч жалований. При всей преданности России шамхалы, однако, боялись за свою независимость и берегли ее. Столица шамхальства, Тарки, расположена была на коммуникационной линии от Кизляра к Дербенту. И предместники Ермолова не раз просили шамхала принять к себе наши войска, прикрывая их титулом почетного караула. Шамхалы не соглашались на это, но Ермолов добился своего со свойственным ему тактом и простотой. Объехав Кавказ и сообщая государю план своих действий, состоявший в том, чтобы протянуть цепь укреплений, от Сунжа до Сулака он писал, между прочим. Таким образом, со стороны Кавказской линии приблизимся мы к Дагестану и учредится сообщение с богатейшей кубинскую провинцию, а оттуда и в Грузию, с которой доселе лежит один путь, через горы, каждый год на некоторое время, а иногда и весьма надолго пересекаемый. Мимоходом в Дагестан, через владение шамхала Тарковского, овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все горские народы. До сего времени шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и уклонялся принять войска в свою землю. Теперь предлагаем взять Соль. И войска расположу я у него, как особую милость вашего императорского величества, за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестане дороги. Появление русских в шамхальстве с тем, чтобы больше не покидать его, и заложение крепости не могли не встревожить горцев и тем более самих шамхальцев. Глухой ропот пошел по горам. Аварский хан думал воспользоваться этим случаем, чтобы собрать по-прежнему толпа дагестанцев, но в памяти горцев еще свежи были погромы Мехтулы, Акуш, Кракайтага, Табасарани. И на воззвание хана явилось не более тысячи всадников. С этой горстью людей султан Ахмед внезапно появился в шамхальстве, успел произвести волнение не только в дальних селениях, но и в тарках, и обложил большие казанища, где тогда находилось семейство Шамхала. Однако первый слух о движении Вильяминова от Бурной заставил Аварскую шайку поспешно оставить шамхальские владения. Она отошла в Мехтулу и заняла селение Аймяки, лежавшее на границе с Вольным Касибулинским обществом. 29 августа подошел сюда и Вильяминов. Передовое укрепление, расположенное на высокой горе, командовавшей Зулом, было взято штыками храбрых обшеровцев, и Вильяминов, втащив на гору шесть батарейных орудий, принялся громить селение, обнесенное каменной стеною. Артиллерийский огонь озадачил Аймякинцев. С ужасом смотрели они, как русские ядра быстро обращали крепкие дома их в развалины, уничтожали каменные башни и разметывали стены, которые они считали до сих пор непроницаемые для огнестрельных снарядов. В смятении горцы бросили аул и в рассыпную спасались по горным тропинкам, ведущим Гергебелю. Наступившая ночь не позволила преследовать бегущих. Наутро же Вильяминов узнал, что поражения, нанесенные горцем, и ужас, объявшие их, были так велики, что и жители Гергебеля, опасаясь пришествия русских, покинули свой поистине неприступный аул и бежали в горы. Сам Ахмедхан Аварский был ранен, лошадь, убитая под ним, найдена в ущелье вместе с седлом, которое не успели снять. Так поспешно и беспорядочно было бегство. Аймяки были разрушены до основания. Порядок был восстановлен, и Вильяминов с частью отряда возвратился на линию, оставив бурные командира 8-го батальона подполковника Еврейного с двумя батальонами пехоты, Куримского и Обширнского полков, с ротой пионеров и четырьмя орудиями. 1822 год прошел в Дагестане мирно, и Ермолов воспользовался этим, чтобы произвести некоторые административные перемены. Командующий войсками и военно-окружным начальником Дагестана вместо барона Вреды назначен был генерал-майор Крабе. Само управление его было перенесено из Кубы в урочище Кусары, где поместилась также и штаб-квартира Обширонского полка. Куринский полк расположился в Дербенте, и на командира его, полковника Верковского, возложено было управление Табасаранию и Кракайтагом. Несколько обстоятельств способствовали к тому, чтобы этот мир не нарушился, и между ними не последнее место занималась смерть двух наиболее выдающихся и беспокойных коноводов восстаний. В октябре 1822 года сошел в могилу Уцми Кракайтагский. Еще раньше, в мае того же года, умер шейх Алихан, бесславный изгнанником, далеко от родного Дербента, уже не имея сам ни друзей, ни сообщников, деятельно раскрытых и уничтоженных Ермоловым. Еще в Акуше главнокомандующему удалось захватить в свои руки документы, свидетельствующие о тайных сношениях Дербентцев со своим старым ханом. А один из жителей города, некто из Тафалибек, вызвался указать всех тех лиц, которые помогали ему деньгами и вещами. Доносчик знал обстоятельно все, так как долгое время сам был их товарищем и даже получал субсидии от наследного персидского принца вознаграждений и сдержек на содержание хана. Необходимо заметить, что все эти лица были не уроженцы Дербентской земли, а пришельцы из разных стран. Занимавшиеся в городе торговлей, Ермолов решился разрушить гнездо, через которое Персия имела верные сношения с Дагестаном и нарядил военный суд под председательством полковника Мищенко, известного героя Башлов. «Вас избрал я», – писал ему Ермолов, «зная ваши строгие правила чести и что вы дадите пример правосудия, которого, к сожалению, здешние жители весьма мало имели в глазах своих. Виновные были уличены в присутствии Ермолова и подвергнуты строгой каре. Те, кто еще мог мечтать об измене, должны были теперь прекратить с ханом сношение». Не имея больше пристанища в Приморском Дагестане, шейх Али нашел себе приют в горах Кайзбулинского общества. Явившись туда с многочисленной усвитой, чтобы поддержать свое достоинство в глазах дагестанцев, он скоро истощил последние средства, а пособия из Персии становились между тем все меньше и меньше, так что ему не хватало их даже для содержания своего семейства. Хан вынужден был войти в долги, и его положение было тем бедственнее, что скоро он потерял всякую надежду на согласие Персии заплатить их. И он умер в бедности, оставив семью свою без всяких средств к жизни. Кайзбулинцы так теснили ее и так настойчиво требовали уплаты долгов, что, опасаясь быть ограбленной, она бежала женам в Акушу и просила позволения переехать в Дербент. Ермолов приказал отправить ее назад к Айзбулинцам. Так один за другим сходили со сцены исконные враги России и источники вечных смут в Дагестане. Оставался теперь один аварский хан, который, однако, был тем непримиримее, что имел личные поводы ненавидеть Ермолова. Нужно сказать, что еще в конце 1818 года главнокомандующий, желая создать аварскому хану вечную угрозу низложения, нашел между его родственниками молодого человека, которому по мусульманскому закону могли принадлежать права на управление аварским ханством. Это был сын Гебека, Сурхай, оставшийся в безызвестности только вследствие коварных происков старой ханши. Дело в том, что после смерти знаменитого Амара правление должно было перейти к его брату Гебеку. Гебек, чтобы лучше упрощить за собою аварию, решил жениться на вдове Амара Гихири. И ханша, ненавидевшая его всей душой, сделала вид, что согласна. Но когда Гебек, объявленный женихом, вошел в ее комнаты, она хладнокровно приказала умертвить его самым варварским образом. Аварский хан сделался султан Ахмедбек Мехтулинский, который вскоре затем и женился на Гихуле. После Гебека остался сын Сурхай, но этот юноша, красивый и даровитый, не был опасным претендентом для нового хана, мало обращавшего на него внимания. Рожденный от неравного брака и, следовательно, имевший только спорные права на наследие, Сурхай и сам понимал невозможность борьбы, а потому, удалившись с родины, шил в Кюре, не мечтая получить какое-нибудь политическое значение. И вот Ермолов и задумал выдвинуть соперникам аварскому хану. С этой целью еще в конце 1818 года он через посредство Шамхала предложил ему создать в аварии партию из людей влиятельных, чтобы с помощью их низложить султан Ахмеда. И в случае успеха обещал предоставить ему все те права, которыми пользовались аварские ханы от русского правительства, то есть чин генерала-майора, пятитысячное жалование и так далее. Сурхай согласился. Теперь вопрос шел о том, чтобы сделать его популярным среди аварцев. И Ермолов придумал следующую комбинацию. Он запретил аварцам всякие сношения с русскими подданными, и тех, кто осмеливался переходить границу, хватали и ссылали в крепостные работы. Аварцы лишены были торговли и не могли этим путем добывать все предметы первой необходимости. Но запрещение это было не безусловно. Ермолов выдал Сурхаю как признанному русским правительством наследнику аварского ханства особую печать. И тот, кто имел билет за этой печатью, допускался повсюду и мог торговать свободно. Средство это оказалось необыкновенно действенным. Сурхай стал и известен, и необходим аварскому народу. Партия его росла, крепла, и Ермолов выжидал только благоприятного случая, чтобы объявить его ханом. Вот это-то обстоятельство, державшее султан Ахмеда в постоянной тревоге, и устраняло для него всякую возможность примирения с русскими. Под влиянием именно аварского хана в Дагестане в 1823 году и возникает целый ряд смут, получивших громкую известность всего более по главному действующему в них лицу Амалатбеку. Нужно сказать, что интриги султан Ахмед хана, направленные преимущественно против Шамхала за его согласие на постройку крепости Бурны, успели составить ему довольно значительную партию среди мектулинцев, особо в тех деревнях, которые еще недавно были присоединены Ермоловым к Шамхальству. Эти новые подданные подданные Шамхала наотрез отказывались участвовать в крепостных работах. Тогда мектулинский пристав, Батарев и переводчик Мещеринов отправились в Аймяки, надеясь без труда восстановить порядок. К сожалению, они ошиблись в расчете. Жители, ненавидевшие грубого пристава, встретили его враждебно, а когда Мещеринов попробовал пустить вход на гайки, озлобленные аймякинцы сами напали на конвой, забросали его камениями и, перевязав казаков, нанесли жестокие побои и Батырову, и Мещеринову. Спасением жизни своей они обязаны были только джингутайцам, успевшим уговорить народ выпустить их из плена. Из Аймяков мятеж быстро охватил соседние деревни, и испуганный Шамхал требовал помощи и писал, что в противном случае бунт охватит все его владения. В Мехтулу точно сдвинуты были два отряда, подполковника Евреонова из Бурна и полковника Верховского из Дербента. Оба отряда должны были соединиться в Парауле и отсюда действовать, смотря по обстоятельствам, но пока войска шли, восстание, вызванное главнейшим образом только жестокостью и грубостью пристава, погасло само собой, и лишь некоторые деревни, напуганные движением русских, бежали в горы. Таким образом, тревога оказалась ложной, и аварийский хан, тотчас же прискакавший в Гергебиль, уже не встретил сочувствия в народе, но он не отказался от замысла и нашел другой путь к смутам, интригам, выдвинул на первый план Амалатбека, родственника Шамхала, находившегося тогда при отряде Верховского. И предания, и официальные документы одинаково свидетельствуют о том, что именно этот претендент на шамхалевские владения был действительным виновником, хотя кратковременным, но серьезной опасности, в которой очутились русские войска в Дагестане. Известная повесть Марлинского, в которой описаны эти события, сделала имя Амалатбека с тех пор известным всем, всей читающей России, но не всем известно, что в судьбе Амалата действительно было много романтического. Амалатбек был племянник и зять Шамхала Тарковского. Отец его, Шабас, приходившийся Шамхалу двоюродным братом, был старшим в роду и должен был бы наследовать шамхальские владения. Он и был действительно правителем деревни Буйнаки, тем, кого в старину называли Крымшамалы. Титул этот образовался после того, как Шамхалы окончательно принесли резиденцию в Тарки. И с тех пор звание правителя Буйнаков предоставлялось обыкновенно старшему в роду наследнику титула и власти Шамхала. Он считался как бы вице-полушамхалом, что на местном кумыкском языке выражалось словом Крым-Шамхал. От этих-то слов, по-видимому, и произошло русское испорченное название Крым-Шавкал. Крым-Шавкалы, как показывает история, нередко заводили интриги против настоящих Шамхалов и иногда успевали отнимать у них владение. Одаренный замечательной красотой, умом и военными способностями, Амалат с детства уже мечтал об обладании богатой Дагестанской областью. Но этим надеждам не суждено было сбыться, и он остался только буйнакским владетелем, потому что русская политика поддерживала власть и значение вроде мехту Шамхала, человека преданного и, если менее способного, то своей непритязательностью и миролюбием внушающего больше доверия, чем пылки Амалат, чистолюбивые виды которого могли быть источником смут в Дагестане. Вынужденный довольствоваться скромным китулом буйнакского бека, Амалат удалился в свой живописный аул. Там до сих пор еще жители указывают дом, стоящий на полугоре и как бы выглядывающий из-за лесгинских саклей, в котором жил Амалат. Буйнакцы помнят славного наездника, вспоминают его отвагу, ловкость и охотно рассказывают о его набегах, при которых только одно удальство помогало ему прятать концы в воду и выходить из воды сухим по отношению к русским. Между тем к причинам, вызвавшим его затаенную ненависть к дяде, скоро прибавилась еще и семейная вражда. Дочь Шамхала, бывшая в замужестве, за Амалат ослепла, и Амалат, отправив ее к отцу, взял с нее развод, что между родовой мусульманской аристократией почитается величайшим оскорблением. Порвав таким образом все связи с Шамхальским домом, Амалат влюбился в дочь аварского хана, известную салтанетта, славившуюся красотою во всем нагорном Дагестане, и полюбил ее со всей пылкостью, на которую только была способна его дикая энергичная натура. Понятно, что он искал сближения с аварским ханом, а хан воспользовался этим и сделал его орудием своих политических замыслов. Откладывая свадьбу, с года на год он держал Амалата в руках и, указывая ему в будущем возможность овладеть шамхальством, вооружал против русских. Во времена дагестанских волнений Амалат Бек действительно стал на сторону мятежников и вместе с ними участвовал во многих битвах. Когда же бой по лавашами решил судьбу акушинцев, Амалат был выдан русскому главнокомандующему. Как уроженцу шамхальства ему угрожала позорная казнь, и если он не был повешен, то только благодаря заступничеству верховского и необыкновенному присутствию духа и презрению к жизни, выказанному им перед главнокомандующим. Когда тот, грозно упрекая его за измену, объявил, что он будет повешен, Амалат рассказывает Сылов, продолжал хладнокровно гладить собаку Ермолова и потом, вежливо поклонившись ему, молча и гордо отошел к ожидавшим его солдатам. Говорят, что Ермолов, пораженный этим спокойствием, сказал, да сохранит меня Бог лишить жизни человека с таким возвышенным духом. и Амалат бег был прощен. Евстафий Иванович Верховский взял его на поруки. Этот Верховский тогда обер-квартирмейстер грузинского корпуса был один из талантнейших боевых офицеров, перед которым лежала широкая будущность. Ермолов знал его с Кульмского боя, когда тот был еще молодым офицером и очень дорожил им, рассказывают, что отдавая ему Амалата, он сказал, я своей слабостью сделал уже много неблагодарных, но так и быть, прощаю Амалата, возьми его, но помни, не доверяйся ему, будь осторожен. С тех пор в течение почти четырех лет Амалат и Верховский были неразлучны. Вместе жили они в Тифлисе и вместе переехали в Дербен. Когда Верховский после смерти Швецова назначен был командиром Куринского полка. Видя в Амалате недюжинные способности, Верховский задался мыслью образовать его ум и укротить в нем разнузданность азиатских страстей, словом, перевоспитать его и со временем сделать человеком истинно полезным для России. Амалат со своей стороны казалось, охотно подчинялся влиянию Верховского и питал самые горячие дружеские чувства к своему благодетелю. Но то была только лишь лицевая сторона медали. Чистолюбивый азиат рассчитывал, что Верховский по своему влиянию в Дагестане может помочь ему не извергнуть дядю шамхальства и овладеть законным наследством. Но годы шли за годами, а Амалат оставался все тем же ничего не значащим бегом, каким был и прежде. Он видел, что Верховский совсем не расположен содействовать его политическим замыслам, и неприязнь к нему мало-помалу стала закладываться в сердце Амалата. Козни Аварского хана подоспели кстати. Нужно сказать, что живя в Дербенте Амалат не переставал мечтать о салтанете, с которой сношения были прерваны с тех самых пор, как он поселился у русских. Вместе с тем он зорко следил за дагестанскими событиями, с которыми связывал собственную участь. Он знал, что недовольство народа против михтиши амхала росло. Росли и надежды в душе Амалата добиться тем или другим путем Шамхальского престола. Руководимый этими надеждами он вызвался сопровождать Верховского в его походе против Аймекинцев. Но едва отряд дошел до Карабукента, как получены были успокоительные известия, и Верховский должен был вернуться в Дербент. Благоприятный момент ускользнул из рук Аварского хана, бывшего уже в Гербелине, со своими пятидесятью всадниками. Но он понимал, что Аймякский пожар может снова вспыхнуть, и послал сказать Амалату, что желает с ним видеться. Свидание, как говорят, состоялось ночью за чертой русского лагеря, и этому можно дать веру, так как сам Ермола в своих записках подтверждает о сношениях установившихся в то время между Амалатом и Аварским ханом. Зная, что можно подействовать на сердце Амалата, хан прямо объявил ему, что салтанета просватана, что жених ее Абдул-Мусалим, второй сын Шамхала, который после Амалата по своей высокой крови более других горских князей имеет право на родство с древним Аварским домом. Удар был направлен искусной рукой. Заметив смущение Амалата, хан стал в заманчивых картинах рисовать перед ним будущность, которая могла бы ожидать его в том случае, если бы он отказался от русских. Слушай, говорил он ему, я еще могу взять свое слово назад, салтанета будет твоя, но первое условие для этого смерть Верховского. Его голова будет Колымом за невесту. И ни одна месть за прошлое, но и самая здравая расчетливость с твоей стороны требует смерти русского полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от страха. В это время мы налетим на рассеянных по квартирам солдат. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и окушинцев и мы пойдем с гора на Тарке как снежная лавина. Тогда Амалат Шамхал Дагестанский. Подогревая чисто любивые мечты Амалата, хан распространял под рукой слухи о кознях против него Шамхала Тарковского. Мамка Амалата, жившая в Буйнаках и подкупленная ханом со слезами говорила своему питомцу, будто бы подслушала разговор Шамхала, предлагавшего Верховскому пять тысяч червонцев за смерть Амалата. Но что Верховский, отвергнув это предложение, согласился однако же взять его с собой в Россию и отправить в Сибирь. Интрига велась чрезвычайно искусно. Верховский действительно ожидал только окончания похода, чтобы отправиться в отпуск в Россию, где его ожидала невеста, молодая вдова известного полковника Пузыревского, за два года перед тем изменчески убитого в Гурии. Накануне выступления из Крабункента, разговаривая с Амалатом, он предложил ему поехать вместе в Россию. Это предложение, как раз совпавшее с зловещим пророченством мамки, было последней каплей, переполнившей чашу. Подозрения, еще неясно таившиеся в душе Амалата, теперь получили уверенность. Судьба Верховского была решена. С восходом солнца 19 июля отряд Верховского выступил из Карабудыкента. Утро было свежее, ясное, туманы еще лежали в удолиях и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз останавливался, чтобы полюбоваться окрестными видами. Его сопровождали штаб-лекарь, Амаратов и переводчик. О шагах в пяти сзади ехал Амалат со своими двумя нукерами. Амалат был, видимо, волнении. Он несколько раз пускал своего коня вскачь, как бы стараясь заглушить в себе кипевшее чувство мщения, и опять подъезжал к Верховскому мучимый сомнением и нерешимостью. А тот спокойно ехал грустный, задумчивый. Быть может, и его сердце томилось тайным и горьким предчувствием. Наконец, между съелениями Губден и Атемиш Амалат Бек в последний раз пустил своего коня во весь опор и вдруг, обернувшись в седле, выстрел Верховского. Поле поразило его прямо в сердце и он молча медленно свалился с седла. Пользуясь замешательством, Амалат указал своим изумленным нукером на ущелье и как стрела ринулся в горы. Тревога поднялась в отряде. Донские казаки понеслись на выстрел, но убийца успел скрыться и погоня за ним была бесполезна. Через пять минут окровавленный труп изменчески убитого полковника был окружен толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были на всех лицах. Верховского любили все и когда тело его отправляли в Дербент, солдаты горько и непритворно плакали. Подполковник Мещенко, как старший, тотчас принял команду и в ожидании дальнейших приказаний остановил отряд около селения Кайкенда. Говоря о внезапной трагической смерти Верховского, нельзя не вспомнить и о судьбе его несчастной невесты. Первый ее муж, командир 44-го полка полковник Позыревский, изменчески был убит в Гурии. Через год молодой вдове сделал предложение Верховский, был объявлен женихом и за два месяца до свадьбы изменчески убит в Дагестане. Сколько радости отнял у этой несчастной женщины Кавказ. Но невозможно не упрекнуть и самого Верховского за легковерие и непростительную беспечность. Долго живя с азиатами, зная их не по одной наслышке, он должен был понимать, что человек, которого одной рукой спасали от смерти, а другой лишали свободы и достояния, не мог сделать другом. Трое суток скитался Малат по горам Дагестана, мучимый совестью, ничто не оправдало поступка его и образ падающего с коня Верховского неотступно преследовал убийцу. Завет хана не являться без головы врага заставил его, однако же, опомниться. Он решил ехать в Дербен, пробраться ночью с помощью одного татарина на русское кладбище и, добыв голову, пустился в Хунзах. Есть известие, будто бы татарин ошибся могилой и в руки Малатбека попала голова Неверховского. Так или иначе, но Малатбек ехал теперь к Коварскому хану со своей кровавой добычей Колымом за Салтанету. Но в Хунзахе его ожидал страшный удар, которого он не предвидел, Аварского хана не было в живых. Собирая в горах Уздений, отважный султан Ахмед ехал ночью, привычный конь его оборвался с кручи, хан расшибся и 30 июля, через 11 дней после смерти Верховского, его самого не стало. С ужасом услышал эту весть Малатбек, лишившийся в хане единственного союзника и руководителя. Убийство Верховского оказывалось теперь не только бесцельным, но и возбудившим в Хунзахе презрение и ненависть к убийце. Вдова султана Ахмедхана выгнала Малата из своего дома. Салтанета была потеряна для него навеки, навсегда. Не все, однако, осудили Малата за вероломное убийство. Весть о смерти Верховского, быстро разнесшаяся по горам, напротив, вызвала повсюду волнение. Генерал-майор Крабе сам поспешно прибыл к отряду. Притянулся даже отряд подполковника Еврейного из Бурны и, чтобы не дать усилиться возмущению, двинулся на вольное общество Коронай-РЦ. Лежащий на запад от Шамхальства. 29 июля Коронай был взят и разорен до основания. На следующий день войска подошли к Речели, но здесь, благодаря лесистой местности, бой был упорный. Местоположение лишало русских важного преимущества возможности поражать неприятеля артиллерийским огнем. И они успели обладеть только половиную деревни. Войска ночевали на месте боя и на следующий день отошли в крепостную позицию куфырку-мойку. Отсюда Крабы отправился в Кубу, поручив отряд подполковнику Евреянову. Подробности этого похода малоизвестны, но нужно думать, что сражение при Эрцеле было не совсем удачно. По крайней мере, Ермолов по получению рапорта Краба писал ему между прочим, жаль трудов храбрых войск в пользу Шамхала, который управлять народом не умеет, нам не содействует и еще робостью своей может ободрить неприятеля. Про самое сражение он замечает коротко, что оно многих удержало от восстания, но поднявшие оружие недовольно были наказаны. Мятеж действительно подавлен не был, напротив, он угрожал разгореться с большей силой. По дорогам повсюду стали появляться вооруженные толпы аварцев, приезжих чеченцев и даже хищников из южных татарских областей. Возмутились новые жители Мехтулы, нашедшие сочувствие к себе среди шамхальцев. Пристав Батырев явился в Джангутань и, собрав старшин, стал грозить им саблею. Они выхватили свои и Батырев с двумя казаками были изрублены. Амалат в это время уже был среди кассубилинцев, которые приняли его с торжеством в мечети, отвели ему помещение и назначили содержание. Положение становилось все серьезнее и серьезнее. первые действия неприятеля было нападение на роту полка капитана Овечкина, сопровождавшую транспорт из Бурной в Параул, где стоял тогда отряд Евреинова. Около Куфур-Кумыка транспорт был атакован двухтысячной конной толпой. Командир роты храбрый Овечкин, знаменитый защитник Чирага, устроил из повозок каре и с помощью орудия удержал неприятеля. Сообщения, однако же, были отрезаны и ему невозможно было дать знать в Параул о случившемся. По счастью, беспокоясь за долгое отсутствие Овечкина, Евреинов сам выступил к нему навстречу. Отряда соединились, но неприятель, усилившись в это время до шести тысяч человек обложил их, оставив свободной одну только дорогу к Таркам. Горцы, вероятно, думали, что русские поспешат воспользоваться ее для своего отступления и приготовились напасть на них во время похода. Но Евреинов отлично понял желание горцев и потому, устроив Вагенбург на открытой равнине, стал выжидать нападения. Целый день шла перестрелка, а 14 августа ночью лезгины повели траншею и, укрываясь в ней от выстрелов, постепенно приблизились почти к самому лагерю. Было около полуночи, когда секреты, высланные за нашу передовую цепь, открыли неприятельские работы и едва успели не известить об этом посты, как те уже были атакованы. Вовремя поддержанное из лагеря, посты устояли, и дело до самого рассвета ограничивалось сильной перестрелкой. Но едва забрежил свет, пехота с барабанным боем пошла на неприятельские окопы. Траншея была взята приступом, и горцы, стесненные во рву, понесли большие потери. Войска преследовали их до самого селения куфыр-кумык, которое немедленно очищено было горцами. Триста неприятельских тел осталось на месте сражения. Евреинов приказал тотчас же на глазах неприятеля повесить четырех пленных косублинцев, а тела убитых мятежников оставить без погребения. Целый день 15 августа длилась из-за них перестрелка, так как горцы по обычаю пытались поднять тела. Но к вечеру перестрелка стихла, неприятель отступил и скрылся в горы. В тот день доносил после того евреинов окружному инженерному генералу, как ваше предосходительство сделали мне замечание за неприсылку инспекторских бумаг, в день успения Пресвятой Богородицы я поражал врагов, и земля стонала от их воплей. Из фронта у русских выбыло в эти три дня три офицера и 45 нижних чинов. Получив известие о всех этих происшествиях, Ермолов счел нужным лично отправиться в Дагестан. Его беспокоило малое число войск, занимавших страну, обстоятельства, которые могло ободрить горцев к новым предприятиям. Тем более, что между ними распущены были настойчивые слухи о войне, будто бы начато Россией с Турцией и Персией. Даже на кушинцев он не полагался вполне. А присоединение их к мятежникам могло сделаться весьма опасным. 3 октября Ермолов уже был в Бурной и, немедленно введя свой отряд в округ, занял селение Большие Казанищи. Одного появления русского главнокомандующего было достаточно, чтобы остановить горцев от слишком смелых попыток к нападениям. Два некомплектных батальона, прибывшие со мною, говорит Ермолов, показались силами ужасными, ибо никого здесь не уверишь, чтобы могло их быть мало при главном начальнике. Впрочем, прибытие главнокомандующего и не представлялось необходимым при сложившихся тогда обстоятельствах. Уже после куфыр-кумыгского боя Мехтула притихла. Правда, бедный, бездомный и буйный люд еще требовал исполнения данной Амалату клятвы, провести его в Шамхалы, но сильная партия людей, степенных и зажиточных, желала спокойствия. К тому же и все надежды воинственной партии мехтулинцев возлагались только на помощь соседей, а этой помощи ожидать уже было нельзя, так как и у соседей появились партии, склонявшиеся к миру. И прежде всего такое разделение возникло среди самих куфыр-кулинцев, на которых надежды могли казаться всего основательными. Одни из них, правда, еще продолжали покровительствовать Амалату, но зато другие указывали на него как на источник вечных смут и категорически требовали его изгнания. Они наконец добились своего и Амалат должен был удалиться. Правда, кайсабулинцы не желали делать русским новых заявлений о своей покорности, но можно было довольствоваться уже и тем, что они оставались спокойными. Волнение начавшееся было одновременно в Табасаране Кракайтаге также легко были прекращены Аслан-ханом Казимукским с его милицией. Ермолов, однако же, не думал оставить без наказания дерзкие попытки косубылинцев и решил предпринять поход внутрь страны. В самый Нагорный Дагестан, куда еще ни разу не проникали русские, войска уже были собраны в Джангутай и даже перешли в Арцели. Но поздняя осень с ненастной погодой заставила отложить предприятие и ограничиться только регансировкой горных путей в селение Арканы, Гимры и Иркануау. Тут были небольшие перестрелки, но вообще неприятель защищался слабо и даже тотчас покинул горный хребет Аракс, как только войска показали серьезное намерение продолжать наступление. Тогда Ермолов вернулся назад, а между тем, зная, что с наступлением осени косболинцы должны спустить свои стада на равнины, приказал тщательно разведать, где они пасутся и захватить их. Мехтолинцам было объявлено, что всякий, кто примет или укроет косболинский скот, лишится всей своей собственности. Напрасно косболинцы старались выиграть время и затянуть переговоры. Ермолов требовал аманатов тотчас и косболинцы уступили. Аманаты были даны. Таким образом воевать было не с кем и Ермолов, поселившись сам в Казанищах, расположил свои войска на зимовые квартиры по мехтолинским селениям. Зимовка эта, вопреки ожиданиям, оказалась удобной и веселой. Многие холостые офицеры, а в том числе и сам Ермолов, пользуясь свободой мехтулинских нравов и заплатив колым, требуемый законами страны, поженились на мехтулинках, так называемом кибинным браком, и, по замечанию Ермолова, скучную стоянку обратили в рай Магомедов. Перезимовав в Казанищах, Ермолов возвратился в Тифлис. И с этого времени, до самой Пересидской войны 1826 года, во всем Дагестане, хоть сколько-нибудь крупные беспорядки уже не повторялись. Именно к этому времени, к зимовке в Казанищах, относится целый ряд мер, предпринятых целью всеобщего успокоения края. Понимая, что, привязав к себе духовное сословие горцев, можно приобрести большое влияние на весь Дагестан, Ермолов склонил Ишамхала пригласить к нему в Казанище известного в горах своей учености в Мулу Сейд-Эфенди, который, принадлежа к числу главнейших священных особ, мог быть очень полезен при сношениях с горцами. Ермолов несколько раз виделся с ним, но не иначе, как по ночам и при том и Шамхала, чтобы не возбудить подозрений в народе и оставить его в том мнении, что Сей-Эфенди никогда не угождал ни одному из русских начальников. О свиданиях этих не знал никто даже из приближенных главнокомандующего. Ермолов встретил в муле человека рассудительного, искренне желавшего спокойствия страны и легко успел склонить его на русскую сторону. И это было тем более важно, что в это самое время росла и расширялась религиозная идея, которой под именем мюридизма предстояла в скором времени огромная роль в истории Кавказа. Ермолов не упустил из виду вредного влияния новой секты. Он поручил Аслан Хану следить за ее развитием и если это учение не было подавлено, то все же, несмотря на тайные попытки многих фанатиков открыть мюридизм и широкое поприще, при Ермолове оно не могло иметь успеха, потому что покорные горцы по свидетельству ученого Казамбека были более или менее довольны им и его боялись. В то же время Ермолов обдуманно и систематически подчинял себе владельцев, действуя за них мерами то строгостью, то щедростью. Так, в Казанищах явился к нему скрывавшийся в горах сын Гасан Хана Ахмед Хан и спрашивая прощения. Восстановление на прочных основаниях русского управления Мехтуле после бывшего бунта представляло много затруднений. И Ермолов даровал прощение Ахмед Хану, привел его к присяге на верность и отдал ему Мехтулинское ханство за исключением тех деревень, которые еще раньше были присоединены к шамхальству. Эта мера по мнению Ермолова могла дать народу спокойствие по привязанности жителей к новому хану. В то же самое время, узнав, что осиротевшее семейство Адиль-Гирея осталось в крайней нищете, Ермолов, как бы не сходя на просьбе Шамхала, позволил ему возвратиться в Кайтак и дал на его содержание одно из имений, некогда принадлежащих Уцмию, великодушие, оказавшиеся очень кстати и приведшие к весьма важным результатам. Естественно, что дохода от одного селения оказывалось слишком недостаточно для удовлетворения потребностей семьи некогда владетельного дома. И вот, чтобы выйти из такого затруднительного положения, Мамед Хан, как старший в роду, начал искать случая оказать русским какую-нибудь услугу и тем улучшить свое материальное положение. Случай к этому скоро представился. В Кайтаге проживал тогда известный Абдулбек Ирсинский сын Каде, зять шейх Алихана, пользующийся немалым влиянием в народе. В населении Табасарани и Каркайтага всегда находилось довольно элементов годных для разбоя и он пользовался ими, чтобы держать край в постоянной тревоге. За стенами Дербента уже нельзя было считать себя безопасным. Был случай, что в 1822 году в пяти верстах от этого города команда рабочих под прикрытием десяти куринских солдат подверглась нападению, два солдата были изрублены шашками, один убит пулей и один ранен. Теперь, когда герои дагестанских возмущений один за другим сходили со сцены, тем опаснее становился Абдулбек, как последний представитель был их времен необузданной свободы. Все меры, принятые к его поимке, оставались без успеха, а между тем Южный Дагестан более и более терпел от его разбоев. Крабы вынужден был оценить его голову, обещая большую награду тому, кто доставит его живого или мертвого. Вот эту задачу и принял на себя Мамед хан, ставя условия, чтобы ему возвращены были имения его отца. Мамед бочонок пороха. В то же время Наурыс Бек, рыская по окрестностям, узнал о местопребывании Ирисинского Бека. И вот вечером 27 апреля 1824 года они оба с несколькими нукерами скрытно пробрались к небольшой деревушке, окруженной лесом, где жил тогда Абдулбек. Была темная ночь, когда партия подошла к селению. Там все было тихо, жители спали, и только в доме Абдуллы светился огонек. Пока партия стояла на опушке леса, сын Наурыс Бека, молодой Гюль Мамед и Арудж, старый опытный разбойник, вдвоем, как ночные воры, пробрались в нижний этаж дома, где в Дагестане обыкновенно помещаются конюшни и кладовые и заложили там мину с силой в два пуда пороха. Прошло четверть часа, а взрыва не было. Мамед уже хотел отправиться сам, чтобы узнать о причине, как вдруг в тишине ночи громовой удар всколыхнул землю, и высокий столб пламени поднялся к небу. Картина взрыва была ужасна. Большой двухэтажный каменный дом был разбросан по частям. Между развалинами его виднелись изувеченные, растерзанные тела Абдулы с его сыновьями, женами и всей прислугой. Всего погибло при взрыве семнадцать человек, и в том числе сам Абдула и две жены его, из которых одна была известная Чемнас-Ханум, дочь Фет-Алихана. Только грудной ребенок, младший сын Абдулы, спасся каким-то непостижимым чудом. Таким образом, из всего семейства Абдулы остался на свободе только старший сын его, Заал, уезжавший в роковую ночь в соседнюю деревню. Но Мамед-Хан и Наурыс дали слово доставить и его в деревян живого или мертвого. Пострадал при взрыве сильно и Орудж, не успевший заблаговременно отойти в безопасное место, ему вышибло в плече правую руку, обожгло лицо и повредило ребра. Но не спасся бы он от развеенных жителей деревни, если бы отважный Гюль Мамед, несмотря на угрожавшую самому ему гибель, не вынес его на своих плечах. Известие о взрыве дома, в котором за одного виновного погибло 16 невиновных, писал Ермолову император Александр, для меня весьма неприятно. Гуманные чувства императора никак не могли примириться с жестокой необходимостью, на которую указывал Ермолов, отвечавший, что другого средства к истреблению разбойника не было и что нельзя считать совершенно невинных тех, которые скрывали Абдуллу и помогали ему в разбойничьих подвигах. Дальнейшая история Зоала неизвестна, но бегство его было причиной следующего характерного для дагестанских нравов происшествия. Один из бегов Ахмед Паша обвинил 20-летнего сына своего Али Бури в невыполнении отцовского приказания поймать или убить Зоала и как изменника выдал его русским. Нужно думать однако что в этом поступке замешалась семейная вражда. По крайней мере Али Бури заявил наследствие что отец донес на него в отмщении за укоры которые делал ему сын ибо старик прогнал жену зарезал дочь и тем же угрожал самому Али. Очевидно что здесь разыгралась целая семейная драма и тем не менее Али по настоянию отца был сослан рядовым батальон финляндского корпуса. В числе мер принятых Ермоловым к умилетворению вечно мятежного края необходимо отметить и попытку повлиять на дагестанские народы зрелищем величия русского государства. Ермолов знал что мятежи горских народов поддерживались между прочим совершенно ложным представлением о могуществе России которую они склонны были считать неизмеримо слабее чем единоверные для них могущественные мусульманские царства Турцию и Персию. И вот чтобы поколебать в их глазах ложный престиж исконных врагов России и познакомить с великой державой русских царей предложено было отправить в Москву в 1826 году на коронацию нового императора Николая Павловича депутатов от всех мусульманских провинций Кавказа и в том числе от Дагестана. Удостоясь видеть императора писал Ермолов окружающую его славу и великолепие они передадут своим единоземцам понятие которое неминуемо произведет большое впечатление и немалую пользу. Первенствующими лицами в этой депутации являлись сам мектулинский владитель Ахмед хан сын Шамхала Тарковского Гайдак Бек сын Кадия затем Гамза Бек потомок древнего рода Уцмев зять Казимкульского хана и наконец Иса Бек сын главного кубинского первосвященника человек замечательной храбрости израненный в боях член многочисленной семьи в которой все от старого деда до юного внука служили русскому государю. Выбор был сделан умелой рукой но к сожалению все это предприятие не состоялось Депутаты уже собраны на Кавказской линии в Екатеринодар и им оставалось только несколько дней до выезда как вдруг получены были известия о вторжении персиян в Грузию Можно было опасаться волнений и среди дагестанцев При таких условиях Ермолов не счел возможным посылать депутатов а приказал напротив поспешнее разослать их по домам где они как люди испутанной верности могли оказаться необходимыми но мир и тишина нигде не нарушились При всех обстоятельствах сопровождавших вторжение неприятеля в наши пределы при общем возмущении в мусульманских провинциях Дагестан многолюднейший воинственный и помнящий прежнее свое могущество пребывал в совершенном спокойствии отзываясь что новых властителей он не желает так писал Ермолов остается сказать о дальнейшей судьбе героя и героине событий 1823 года об Амалатбеке и Салтанете Куда укрылся Амалат вечно тревоженный своей совестью никто наверное не знает В Дагестане долго ходили слухи что он скитался между чеченцами утратив красоту здоровье отвагу но мало по малу молва об Амалате запала и только злодейская измена его жила в преданиях Дагестана где и до сих пор имя его никем не произносится без укора так говорит Марлинский но есть другое свидетельство один буйнакский житель рассказывает следующее я был товарищем Амалата бывал с ним всюду делил с ним и горе и радость и сколько раз эта рука останавливала смерть висевшую над головою пылкого юноши но ничто не сильно перед определением судьбы мы пробрались к черкесам и были в Анапе когда русские брали эту крепость здесь Амалат был ранен и мы бежали с ним под защиту вольного непокорного русским народа променяв бурную жизнь на мирное пристанище я пас тогда у богатых князей стриг овец и добывал скудный хлеб которым и делился с Амалатом но Аллах не хотел чтобы мы жили вместе и бедный Амалат умер на моих руках от оспы участь салтанеты была иная она вышла замуж за Абдул Мусилим хана сделавшегося впоследствии Шамхал Лон Тарковским и сын ее князь Шамсудин был последним шамхальским владетелем салтанета нередко приезжала в Тимир хан Шру и умерла в 1845 году в Дербенте холм на котором амфитеатром раскинуто обширное татарское кладбище возвышается над самым над морем и весь усеян над гробными памятниками обращенным к востоку посреди этого леса могильных камней есть один причудливо раскрашенный розовый зеленой красками это и есть могила салтанеты восточные женщины стареют скоро салтанета умерла не достигнув даже 40-летнего возраста но современники встречавшие ее в последние годы жизни говорили что она была уже совершенная старушка черты лица ее однако были чрезвычайно правильны и сохраняли следы замечательной красоты спасибо спасибо Продолжение следует...